Сема предстоящих выборов одна из самых обсуждаемых у нас в регионе. Как вы оцениваете подготовку в Саратовской области к Единому дню голосового? Ну, действительно, в этом году выборы и главы региона, и Саратовской областной думы, поэтому мы, в общем-то, традиционно, как в таких ситуациях, провели совещание, где послушали все основные, основных участников и службы, и ведомства, и избирательную комиссию, кто участвует в подготовке выборов. Но убедились в том, что взаимодействие организовано очень хорошо, и с точки зрения обеспечения безопасности, организации процессов, соблюдения всех требований, в том числе возможных ковидных ограничений. Имеются все необходимые и ресурсы, и кадровые, и финансовые, и организационные. Все меры предпринимаются для снижения всех рисков и обеспечения нормального избирательного процесса. И в этой связи у нас есть уверенность, что будет обеспечено проведение прозрачных и легитимных выборов в Саратовской области, и все избиратели смогут более заявление свое проявить, и пройдут они достойно. Игорь Анатольевич, Вы сегодня посетили социально значимые объекты в регионе, и ознакомились с продукцией импортозамещения. Прокомментируйте, пожалуйста, обидимые. Ну, на одном из, я считаю, что таких передовых предприятий в области производства оборудования для нефтегазовой промышленности, мы как раз отдельно обсуждали планы развития и ситуацию, в которой в настоящее время они столкнуты с точки зрения обеспечения производственного процесса и тех заказов, которые у них есть. Надо сказать, что мы видим, что, конечно, проблемы возникают с цепочками поставок, с поставщиками, но и руководство завода было ориентировано на импортозамещение и наложение производственных связей, и понимает, когда какие вопросы могут возникать, и как они будут решать с точки зрения и логистики, и работы с поставщиками, и старыми, и выбора новых поставщиков. И присутствовали и заказчики, основные представители «Газпрома». И, в принципе, у нас убеждение, что основные проблемы, все основания считают, что они могут быть преодолены, и планы есть у руководства предприятия. И с тем, чтобы мы видим, что другая сторона, как любого, знаете, сложного процесса, что дополнительно открываются возможности. Мы видим, что объем заказов может при преодолении всех трудностей существенно увеличиться в будущие годы, и на это нацелено и руководство заказчика, и руководство предприятия. И при успешном преодолении, я думаю, будет существенное увеличение и объемов работ. По некоторым направлениям они думают о введении и второй смены по ряду участков и увеличении объемов. Приятно, что одновременно переходит и на долгосрочное планирование. Казалось бы, ситуация такая непростая, но подписаны трехлетние соглашения, которые позволяют действительно делать инвестиции и планировать свою работу на долгосрочную перспективу, более смело планируя увеличение объемов и развития. Другие моменты не только производственные мы смотрели, что, в общем-то, и цель такая была – несколько сторон коснуться и посмотреть. Что касается области здравоохранения, то также важный объект – это онкоцентр, который включает и стационар, и поликлинику, диспансер. Надо сказать, что становится, по-моему, хорошей традицией введение крупных и важных объектов. Это после инфекционной больницы, которая, конечно, очень большое значение имела для региона, будет вводиться онкоцентр. И отдельно убедились, что сроки, контракты будут выдержаны, выполнены. И подрядчики и строители сказали, что у них нет серьезных опасений. Так что люди могут рассчитывать на то, что будет введен к середине 2023 года и начнет работать в втором полугодии. Это уже хорошая новость, я думаю, для всех жителей области. Я надеюсь, что та работа, которая сейчас проводится, она будет и дальше продолжена, потому что и руководство области поделилось и дальнейшими планами по другим направлениям. Можно их только поддержать. И в области работы с одаренными детьми, конечно, не традиционно, особенно мы беседовали по направлению театра, у нас театралика, студия Саратовская, проводился фестиваль театральной проявлений, и они в младшей группе для школьных театров заняли первое место. И более близко знакомиться с их репертуаром, и посмотрев спектакли, узнав о них больше, я понял, что они действительно имеют очень хорошие заслуги, и они неоднократные победители различных конкурсов, и общероссийских, и зарубежных. И вот этот момент мы сегодня обсуждали, что действительно у Саратова есть очень хорошие традиции с точки зрения актеров и развития театра. И эти традиции мы видим, что уделяется внимание, и как раз обсудили и предложения с ребятами, как дальше развивать, как поддерживать. И здесь при помощи, поддержке, внимании, которое уделяется стране, руководству региона, я думаю, что это может быть хорошим примером в очень, на мой взгляд, важной сфере развития культуры и для детей. Их, собственно, и развитие, и театры, и другие сферы, они действительно очень приносят большую пользу и дают нам уверенность, что мы правильно развиваемся и делаем правильные вещи. Следует отметить, что в целом промышленность Саратовской области выходит из кризиса. Трудности у нас есть. Каждым предприятием индивидуально занимаемся. Однако, еще раз подчеркну, что мы ставим себе задачу иметь такой же индекс промышленного производства, как и по прошлому году, не снижая здесь показателей. Сложности есть. Каждое предприятие решает их в рамках индивидуальных решений. Где-то мы устанавливаем логистические цепи, где-то меняем комплектующими, где-то изменяется сертификация оборудования. Более того, там, наверное, вы уже знаете ряд новостей, что даже некоторые изрубежные компании, например, Макдональдс, 28 числа, открываются на территории Саратовской области. А я напомню, что это пять заведений, порядка 800 человек рабочих. Поэтому, в целом, экономика чувствует себя очень устойчиво. Что касается медицинского кластера и национальных проектов на территории Саратовской области, хочу отметить, что по этому году мы получаем больше денежных средств из федерального бюджета. Общая сумма по национальным проектам составляет 56 миллиардов рублей. Это на 5 миллиардов больше, чем в 2021 году. Дополнительно, вы знаете, решение, которое было принято президентом Российской Федерации по выделению дополнительных средств на ремонт дорог в размере 8 миллиардов. Сейчас ведутся конкурсные процедуры, часть аукционов уже отыграна. В этом году будет начаться строительство противотуберкулезного диспансера. Поэтому все эти направления, что касается реализации национальных проектов, на мой взгляд, на сегодняшний момент, на территории области реализуются очень успешно. И задачи правительства, региональной власти в срок и качественно. Вот это основные задачи.